Следственное управление по ЦФО хочет отстранить ярославского мэра от должности. Ведомство проверяет деятельность Евгения Урлашова за период пребывания на посту городначальником. Об этом сообщает пресс-служба СК России. Решение о передаче расследования дела в столицу принято в связи с большим количеством эпизодов и проведением следственных действий за пределами Ярославля. Сначала на время лишили свободы, теперь хотят невременно лишить власти. В деле с задержанием мэра Ярославля наметился новый скандальный виток. Поводом стала появившаяся на сайте Следственного комитета России информация. Цитата. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об отстранении мэра города Ярославля от занимаемой должности. Примечательно, что судя по этому сообщению, Следственный комитет планирует добиваться не временного, а окончательного лишения Евгения Урлашова полномочий главы города. Сейчас обязанности мэра Ярославля исполняет его заместитель Александр Нечаев. Если суд примет решение по ходатайству Следственного комитета Российской Федерации, то, соответственно, обязанности мэра города исполняю я в соответствии с своей должностной инструкцией, постановлением мэра. Это постановление было издано не в текущее время, оно было издано в этом году. А вот как видят возможные пути развития событий депутаты муниципалитета Ярославля. Их прогнозы совпали. Два варианта. Остраняет Урлашова должность и остается все согласно его постановлению. То есть исполняющие обязанности мэра, который сейчас работает и действует. И команда мэра остается работать дальше. Или назначается управленец, который берет власть в свои руки. Это, естественно, управленец от партии «Единая Россия». И тогда мы опять становимся свидетелем монополии. Возможно, что вмешается в муниципалитет. Сейчас как раз все этим занимаются, прорабатывают. Желание у всех партий будет в этом участвовать. Как это будет выглядеть, покажет время, мы увидим. Сейчас срочно готовятся изменения в устав города. Хотят единороссы в муниципалитете взять полномочия у мэрии. Сегодня хотят определенный реванш совершить за те выборы, которые были в 2012 году. Это недопустимо. Мера отстранения от должности Уголовно-процессуального кодекса на удивление расплывчата. В ней есть термин «отстранение при необходимости». Эти случаи необходимости с сегодняшней ситуацией в Ярославле, по мнению политологов, не вяжутся. Евгений Урлашов, находящийся в СИЗО, просто физически не может реализовать перечисленные пункты статьи Уголовного кодекса. Это связано с тем, что у партии «Власти» у «Единой России» есть желание поставить мэрию под контроль, фактически захватить власть в мэрии. Для этого им нужно отстранить Урлашова от должности, чтобы можно было воздействовать на заместителей мэра, на исполняющего обязанности мэра. Как правило, находящиеся последствия в главном муниципальных образовании достаточно редко отстраняются от должности. И, наверное, такое происходит впервые. Наверное, Следственный комитет хочет показать жесткость своих позиций, хочет ответить тем, кто рассчитывает на возвращение Урлашова в случае какого-то изменения меры пресечения. Хотя механизм, процедура подобного отстранения не урегулированный и не слишком ясный. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok